Покой это ложь, есть только страсть. Через страсть я познаю силу, через силу я познаю мощь, через мощь я познаю победу. Через победу мои оковы рвутся, и великая сила освободит меня. Приветствую вас, друзья коллекционеры! В преддверии выхода восьмого эпизода по Звездным Войнам я, естественно, не мог остаться в стороне. И сделаю хотя бы один обзор, посвященный Звездным Войнам, хотя я планировал их больше. Но чего-то Китай как-то не спешит присылать мне все плюшки и гиковские штуки, на которые я хотел сделать обзоры в рамках этой недели, подготовительной недели к восьмому эпизоду Звездных Войн. А сегодня у нас, кстати, юбилей, и это уже 500-е видео на канале. Да-да, именно этот ролик является 500-м. Давайте соберем побольше лайков, так что сразу же сейчас нажмите на паузу, прогуляйтесь вниз и нажмите большой палец вверх. Хотя бы 500 лайков соберем, ну что там, что нам стоит, как говорится, дом построить. Вам это ничего же не стоит, а мне будет приятно, ну надо отметить, юбилейчик 500 видосов, это немало. Ну что, более не буду облудить, сегодня у нас темная сторона во всей красе, 6 мини-фигурок, лего-аналоги из Китая. И будем сейчас разглядывать их подробненько, но для начала небольшая справочка. И сегодняшние фигурки я бы разделил на две вариации. Две фигурки у нас шли вот с такими подставками большими и кучей дополнительных деталей, а также аксессуаров. Ну если бинокли, оно понятно, да, все по Звездным Войнам, то чего делает револьвер у Дарт Мола и брюлик, я вообще ума не приложу. Также в комплекте шли еще сменные кисти. Ну а эта четверка комплектовалась подставкой, сменными кистями и доп. аксессуарами. Плащи у всех фигурок одинаковые, разве что лохмотия Кайло Рене слегка отличается. Все плащи с одной стороны слегка бархатные, с обратной такие тряпичные. Все представители темной силы имеют в своем арсенале световой меч красный. Отличия особого в них нет. Один из мечей почему-то имеет более светлую рукоять, не знаю с чем это связано. Ну и конечно же крестовидный световой меч Кайло Рена, он отличается от остальных. У Палпатина в качестве аксессуара пара молний, ну детальки Лего изображающие молнии, точнее копии деталей Лего. Что касается капюшонов, то они все одинаковые у всех фигурок, у которых они идут в комплекте. В принципе стандартные такие для Лего капюшоны. Ну и пара аксессуаров это конечно же маски самого Дарта Вейдера и его непосредственного преемника Кайло Рена. Масочки отлично сделаны, все хорошо. Как я и говорил ранее, с двумя фигурками, это Дарт Мол и Дарт Вейдер, шли еще небольшие постройки. В принципе ни инструкции, ни того как они должны были выглядеть, ничего этого не было в комплекте. Поэтому я считаю эти детали лишними и ненужными. Но единственное здесь можно неплохими аксессуарами засчитать это два бинокля. Как у Дарт Мола, так у Дарт Вейдера в комплекте они были. Ну что касается подставки Дарт Мол, это еще почему-то был револьвер, как я уже говорил, вообще непонятно зачем. И брюлик красного цвета. Для чего это нужно, вот ума не приложу. Все отправится в пакет с ненужными деталями китайского конструктора. В общем, как вы поняли, подставки нафиг не нужны. И эти доп. детали тоже мне особо не нужны. Ну не об этом. Сейчас давайте рассматривать фигурки подробненько. Итак, начну я, пожалуй, с Палпатина, также известного как Дарт Сидиус. Дарт Сидиус, последний верховный канцлер республики и первый император Галактической империи, обладавший огромной мощью. Фигурка выполнена очень неплохо. Здесь у нас принты присутствуют только спереди на теле и ногах. Это некий Балахон. Ну, все вы помните, в каком Балахоне ходил Шив Палпатин или просто Палпатин. У фигурки два лица, одно злое. Это, видимо, как раз, когда он метает эти самые молнии, использует силу. По-моему, это даже из-за того эпизода, когда он воздействовал своей силой на Энакина Скайуокера. Ну, вы помните, да, когда он его принуждал к силе. По-моему, это из этого эпизода. Могу ошибаться, друзья. Ну, в общем, злобное лицо оттуда. Ну, и есть такое, я даже не понимаю, такое равнодушное, наверное, лицо. Выполнены принты очень хорошо. На теле они смотрятся весьма простенько, но вот лицо само выполнено очень здорово, детально и крайне качественно. Далее предлагаю посмотреть на фигурку Дарт Нихилус. Дарт Нихилус, лорд Ситхов, возглавлявший Орден Ситхов после Гражданской Войны Джедаев вместе с Дарт Трей и Дартом Сионом. Что сказать по фигурке? Принт на лице выполнен очень хорошо и он весьма каноничен. Лицо у фигурки одно, а ниже у нас принт только на теле, к сожалению. По исполнению выполнен он неплохо и имитирует разные складки одежды. По исполнению фигурка достаточно простенькой получилась, но так как она имеет капюшон и плащ, большая часть огрехов скрывается под этими плащом и капюшоном. Следующим будет у нас Реван, также известный как Реваншист или Блудный Рыцарь. Легендарный джедай эпохи Старых Войн Ситхов. Верховный главнокомандующий Вооруженных Сил Галактической Республики во время Мандалорских войн и темный повелитель Третьей Империи Ситхов. На мой взгляд, фигурка сделана очень классно. Принты у нас есть только спереди, на голове принт маски, на теле принт доспехов и немножечко принтов распределили еще и на ноги. Все это выглядит очень здорово, все это классно детализировано, но пустая спина немножечко убивает все положительные эмоции. С другой стороны, все эти недостатки опять же скрывают капюшон и плащ. В целом, фигурка мне очень нравится, и она весьма аутентичной получилась. А вы что думаете? Пишите ваше мнение, как обычно, в комментариях. Следующий на очереди у нас сам Кайло Рен. Персонаж, которого мы увидели в седьмом эпизоде впервые. И его маску, которую все так хейтили, точнее не его маску, а то, когда он снял маску и все увидели его лицо. Но в данном случае, если с фигурки снять маску, мы увидим еще одну маску. Вот это поворот! Ну, на самом деле, принт этой маски на фигурке сделан для того, чтобы можно было одеть капюшон, и это будет смотреться очень даже интересно. Также принты расположились на теле спереди и ногах, а еще сзади на теле. По-моему, очень зачетная фигурка, и с учетом его крестовидного меча, мини-фигурка выглядит очень аутентично. Далее у нас идет Дарт Мол. На мой взгляд, один из самых интересных ситхов, но, опять же, это мое личное мнение, очень колоритный персонаж получился. Да, появился он впервые не в самом популярном эпизоде, но, тем не менее, очень интересный персонаж. Один из самых моих любимых ситхов в плане образа. Что касается лего-фигурки, а точнее ее аналога, то здесь мне очень нравится, как выполнена голова, и даже я понимаю, что это чистая копия лего, леговцы молодцы в этом плане, постарались, но китайцы тоже не подкачали, нанесли очень качественный принт на лицо, проработано все. Ну, а тело оставляет, конечно, желать лучшего, но, с другой стороны, его балахон особо и не выделишь, поэтому тут максимум деталей, которые могли бы присутствовать на фигурке. Спереди у нас разные помятости, как, впрочем, и сзади. Фигурка получилась, на мой взгляд, очень даже хорошей, но, может быть, разве что чуть-чуть над принтами можно было поработать на теле спереди и сзади. Ну, а в целом образ проглядывается, это Дарт Молл, красавчик. Шикарная фигурка, поставим ее на полочку. Ну, и последним, но не по значению, у нас идет сам Дарт Вейдер. Один из самых культовых злодеев всех времен и народов. Самый популярный ситх однозначно. Если вы спросите про ситхов Звездных войн, мало кто вам что ответит. Я имею в виду людей, которые далеки от Звездных войн. Ну, Дарт Вейдера знают многие, и уж его фишку... Все эту фишку знают, и Дарт Вейдера многие знают, даже те, кто далек от Звездных войн. Фигурка комплектуется шлемом Дарт Вейдера, который выполнен очень даже хорошо. Ну, если снять шлем, то мы увидим покореженное лицо, серого цвета, с так себе принтом. Мне кажется, принт лица мог бы быть и лучше. Но, в целом, неплохо. Тело у нас имеет принт с двух сторон. Единственное, что я не совсем понимаю, это то, как выглядит тело спереди, точнее, принт. Я не помню ни одной Лего-фигурки, чтобы был такой принт спереди. Сзади, да, он стандартный, а вот спереди вот этот логотип Империи я не помню. И вообще, я не помню такого Дарт Вейдера, чтобы у него был на теле логотип Империи. Друзья, если вы помните такой момент, скиньте мне ссылочку в комментариях на изображение. Может, я что-то пропустил. Но, в целом, принт выполнен очень детально. Обильное количество мелких деталей. Прорисовано все очень качественно, и принты нанесены аккуратно. Подводя итог, скажу следующее. После того, как я купил себе сет этих фигурок, а это именно сет, ссылку на него я оставлю в описании. Если вдруг кому надо, покупайте, если вам все это понравилось. Так вот, после того, как я приобрел весь этот сет, у меня целая куча теперь дополнительных рук, наверное, ненужных, куча подставок, опять же, ненужных детальки, про которые я уже упомянул, тоже ненужных. Зато очень много годных аксессуаров. Естественно, коллекция пополнилась отличными фигурками ситхов, представителей темной стороны. Так вот, сетом в целом я очень доволен. Хорошие принты, все нанесено аккуратно. Не всеми образами в целом я доволен, но это, как говорится, на любителя. Однако, если поставить всех этих ситхов вместе, блин, прям вот мощно смотрится. Друзья, я не призываю вас переходить на темную сторону отнюдь. Будьте на светлой стороне, будьте на стороне добра. А добрые люди всегда ставят лайк авторам видео, делают репосты и, конечно же, подписываются на канал и жмут на колокольчики, ибо не хотят пропускать хорошие видео. Друзья, благодарю вас за внимание. Канал Сын Отеца Игрушки. Создаем коллекцию вместе. Еще раз благодарю вас за внимание, друзья, коллекционеры. Всего вам доброго. Пока-пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова